Выживание, а сейчас Самтория борется за то, чтобы попасть как минимум в первую десятку. Синиша Михайлович, главный тренер Самтории, в свое время выступал за Интер. Но сейчас Синиша Михайлович встречу за место в Лиге Европы. И, как говорят игроки Интера, второй сезон к ряду, если команда не попадет в Еврокубки, то, конечно, это будет провал. И вот самый интересный эпизод случился на наших глазах. Макси Лопес не пожал руку Мауро Икарди, нападающему Интера. Об этом, безусловно, мы в процессе трансляции одной из которых Вальтер Мацари, главный тренер Интера. И главный арбитр Пауло Валери, ему доверено работать на этом матче. Две игры с участием Интера он уже в этом сезоне отработал. В этих поединках Интер переиграл Пьюрентину и сыграл ничью с Пармой. Ну и совсем не... Шкодран Мустафи, девятнадцатый Васку Риджини, двадцать восьмой Даниэль Гастальделло и двадцать девятый Лоренцо де Сильвестри. Средняя линия четырех. Чем все закончится? Эдер! Не очень удачная передача от партнера. Под свист трибун. Бежит вперед в атаку. И в следующем сезоне Вальтер Мацари также будет работать с Нерадзури. Вот каков итог можно подвести под всеми этими... Парма свою игру уже провела. Парма сыграла в ничью, ставший принципиальным лишь по той простой причине, что... ...дерби после этого игра с Лацио. Ну и раз... Будет удар. Удар с дальней дистанции, но это для Докосты не проблема. Уже можно по этому свисту понять, кто мячом владеет. И заострять внимание на этом эпизоде Пауло Валерии. Главный арбитр матча Лопес. Лопес. Водушевляется стадион. Лопес будет подавать и убьет. Бьет низом. Ближний угол ворот Самира Хантановича. Еще раз наблюдаем за действиями Макси Лопеса. Родриго Паласио и делают это не зря. Паласио на правом фланге ускоряется в травмной площади Икарди. Икарди, удар! 1-0 Мауро Икарди. Ну, ну, где же вы, болельщики Сандории? Мауро Икарди открывает счет в этой встрече. И оглушительный, оглушительный свист в адрес Икарди раздается по Луидже Феррарис. За провокацию получает предупреждение Мауро Икарди. Но мы видим очень уверенно. Идет Икарди к центру поля с высоко поднятой головой. Не было положения вне игры, не было. Зазевались защитники Сандории. И в этом эпизоде Де Сильвестри мы видим пришлось ему, пришлось сместиться Де Сильвестри Аж с правого фланга для того, чтобы помешать Икарди, но не удалось. Не удалось помешать Икарди. И вот что теперь придумает Макси Лопес. Все-таки его ответа мы ждем. Провел за сам Торио. Дальный удар. Но бывает так, что забивая бывшим командам не празднует. Гастальдело. Борется Гастальдело. Падает. Ранокия нарушает правила. Где? Штрафной площади или за ее пределами? Пауло Валерии. Так я, честно говоря, и не понял по повтору, где был фолл. Ранокии. Похоже, что в пределах штрафной площади. А это пенальти. И вот Макси Лопес у мяча. Будет ли ответ Маурой Карди? Итак, Макси Лопес или Самир Хонданович? Удар поворотом! Хонданович тащит! Какое начало матча, а? Макси Лопес. Макси Лопес, ну не знаю. Может быть, стоило дать возможность кому-то другу. Именно в соперничестве с Маурой Карди. Может быть, у него бы и получилось забить. Так, а у нас снова. Снова нарушение правил. Получает желтую карточку и лезет Драку. Лезет Драку Эпп. Ну и нужно теперь разыскать и красная! Уже на 20-й минуте удаление! За что? За что? Первые 20. То есть, в небольшом минуте, столько Санвес направо для Сильвестрии. Лопес. Лопес снова толкается. Толкается Сранокий. Желтая. А сейчас я, честно говоря, немножко не понял, указывает арбитр. Ну смотри, смотри, что делают защитники Сандори. Закипели. Лопес. Под удар. И Ханданович. Блестяще играет Самир Ханданович. Вот здесь Лопес. Отдай направо попадает партнера Сориано. И носящий принципиальный характер. Удар. И Ханданович! Что творит сегодня Галкибер Миттера? Просто не выдержал такой борьбы игрок с Амдори. А здесь падение. Падение Икарди. Это заметно невооруженным глазом. Эрнанес. Вторая попытка пробить падает Эрнанес. Выключается ненадолго из игры. Но либо не сразу после перерыва. Появится у Кокачука. Может быть в минуте к шести. Макси Лопеса к штрафной площади. И удар. Поворот. А у Ханданович! По-моему можно заканчивать эту игру. И Самир Ханданович сегодня первый тайм. Да. Свистком Паула Валерия. Отправляются команды на перерыв. Под оглушительные аплодисменты. И я думаю, что местами свист трибуна. Идет в десятером. Это колоссально трудная задача. Соперничать с Интером. Имея на одного игрока меньше. Итак, прозвучал свисток Паула Валерия. Также наблюдает с трибуна. Прострел. С левого фланга. Могло получиться очень опасно, если бы кто-то замкнул. Две желтые карточки. И, соответственно, красная была у Эдера. Неудачный удар. У Джанлуки Сансон. Смещается в центр и налево. На Паласио. Хороший удар. С такими активными действиями в отборе. И сейчас тоже сыграл Катюш. Держит руками. И два не душит Вальтер Самуэль. Получил голевую передачу Мауро Икарди. Навес. Неудачно играет Дакоста. Прошу прощения, там не навес, конечно, был, а прострел. Цепляют Икарди. Икарди. Пас направо. Навес. И удар. Борется Икарди. Пасует на Паласио. Икарди. Нет положения вне игры. Паласио. Снова набирать очки. Промахивается Эрнанес мимо мяча. Досадно. Камьясо. Жестко встречает Икарди. Голевая ситуация. Паласио. Мог делать счет 2-0. С ним Гастальделло. Держат они друг другу за руки. Удар! Икар 2-0. Это Вальтер Самуэль. Воспользовались стандартом. Только не футболисты Самдори. Второй мяч. Вальтер Самуэль. Первый, как сейчас помню, у ворота Сосуола. Забил Вальтер Самуэль. Подарив победу Интера. Рядом располагается Ковачич. Хорват. Передача на Паласио. Икарди. 3-0. Начинаем с центра поля. Мауро Икарди. Это он, по-моему, посылает приветы поклонникам Интера. Но его уже здесь ненавидят. Его уже в Генуэ проклинают, я думаю, за дубль в сегодняшнем матче. Да, вот поклонники Интера. Их сегодня немало на Луиджи Феррарис. Им свои приветы отправляет Мауро Икарди. Положения вне игры не было, безусловно. Острый угол. Очень острый угол. Почти нулевой. Но Мауро Икарди справляется с этим ударом. И оформляет дубль. Вот уже второй матч к ряду. Восьмой мяч Мауро Икарди в этом сезоне. Хитро, хитро на это все смотрит. На это все реагирует. Рикки Альварес выходит вместо Икарди. Он-то свое дело сделал. Борно. В начале марта. Потом разгромное поражение от Аталанты. И Лопес. Аккуратненько на Максе Лопеса. Только семь предупреждений и Паурик уступает. И уступает разгромно. Рикки Альварес на Родриго Паласио. Будет счет 4-0. Да, Родриго Паласио. Он сегодня заслужил. Согласитесь, согласитесь. Он сегодня этот мяч заслужил. 4-0. Делает передачу. Удар в дальний верхний угол. Единное поле. Как легко. Вдавливает. Маурой Карди, безусловно, доволен. Звучит финальный свисток. Да, так вот неожиданно. Даже немножко не заметил я, как Пауло Валерия поставил финальную точку в этой встрече. Сам Дори уступает.